Привет парни, привет медведи, привет подписчики и гости канала. Парни, сегодня хочу с вами на такую тему поговорить, как женская манипуляция обидой. Вот как в этой ситуации поступать, что делать и вообще как из этого всего выйти. Так вот, парни, смотрите, у женщин очень часто бывает такой момент, когда, ну, они вообще любят эту тему, вот эту манипуляцию обидой. Когда она что-то натворила, накосячила, там, нагрубила, оскорбила, ну, вообще что-то сделала, то, что для тебя неприемлемо. И ты выразил это как-то эмоционально, либо дал ремня по жопе, там, да, или еще что-то такое. Главное, не надо бить сразу, вышли за этой темой, там, бежать, на тебе, мразь, на эти, да, пау, в колено, не делай так. Да, не надо, она заявит в полицию, и ты сядешь, дружище, на срок, а мне мои подписчики нужны здесь, а не в тюрьме. Вот, значит, что делать, да, в такой ситуации, когда она обиделась, там, спряталась под одеяло, ушла в другую комнату, либо еще что-то. В этот момент тебе главное остановиться, то есть не проявлять агрессию дальше. То есть, ну, бывает такое, ты на взводе, ты весь такой себя злой, брутальный, и начинаешь. Она уже вроде спряталась, куда-то там свою норку убежала, а ты дальше продолжаешь, да, на нее, там, ты, мразь, там, и так далее. Не надо, ребята, этого делать, ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот, успокойтесь, вот просто вот харам это делать, да, успокоились и занялись своим делом. Прямо вот резко остановились, как увидели, что она ушла, как она включила обидку свою, да, вот это вот. Занялись чем угодно, чем вы там занимаетесь. Танчики гоняете, там, в Counter-Strike играете, кассынку там раскладываете, фильмы смотрите, рисуете, я не знаю, там, из кожи какие-то изделия изготавливаете. Все, что угодно, можно просто пойти нормально, вкусно покушать, там, или залечь в ванну. Короче, сами разберетесь, чем вам заняться, то, что вас отвлекает. Это нужно сделать, как минимум, на полчаса, то есть полчаса вам нужно выдержать вот это вот. Либо она за эти полчаса сама подойдет перед вами, извиниться. Либо вы выдерживаете, где-то через полчаса минимум, подходите к ней и говорите, слушай, дорогая, там, как вы ее там называете, лисенок, котенок, цветочек, солнышко, там, без разницы, да, там. Подходите и говорите, мне это было неприятно, ты повела себя неправильно, мне обидно, мне досадно, я считаю, что тебе нужно извиниться и со мной поговорить. И смотрите, здесь, возможно, два варианта развития событий. Первый вариант, она за эти полчаса уже давным-давно поняла, что накосячила. Она за эти полчаса поняла, что уже пора бы ей мириться. Но ей не хватало вот этого толчка. И вот этот ваш спокойный, нормальный подход к ней, да, вот с короткой фразой. Вы должны, там, просто сказали и отошли. Все, дальше пошли своими делами заниматься. У нее это может, ну, как бы для нее толчок, и она сразу же подорваться и сказать, да, там, любимый, я вот виновата, извини, прости, там. И все хорошо сразу же, да, ситуацию обсудили, нормально поговорили. Ты всегда должен быть для нее как-то немножко как наставником быть, да, как учителем. Ты должен быть для нее старше духовно, эмоционально должен быть старше, даже если по годам она там, да, больше тебя, там, ей лет, да, не важно. Ты должен быть старше, ты как мужчина. Второй вариант развития событий, да, то есть она лежала и накручивала себе какой-то гад, какой-то мерзавец, какой-то поддонный, какой-то такой-сякой-плохой. И в этот момент, когда она тебя услышала, вот это вот твое ровное, нормальное спокойствие, у нее это как холодный душ ее раз облило. И она такая, оп, стоп, что-то не то, как-то не так. И начинает дальше лежать, обдумывать, да. Проходит время и, скорее всего, в 99% случаев она, конечно же, к вам подойдет, с вами поговорить, перед вами извиниться. И, ну, тут, может быть, опять там разных ответвлений сказать, ну, ты что же вот виноват. Ну, да, да, такое может быть, парни, да. Ну, вот, поняли, да, что делать? Все, все должно быть спокойно. Главное, самим не перебарщивать. Главное, самим оставаться выше этой ситуации всей. Вот, реально выше. Что касаемо, да, вот то, что я тему затронул, что ты должен быть старше ее, ты должен быть каким-то таким вот определенным наставником. Причем, когда ты будешь прогибаться под эту ее женскую манипуляцию, так, когда один раз ты придешь, извинишься, хотя она виновата. Второй раз придешь, извинишься, когда она виновата. Третий раз, а уж не дай бог, она от тебя ушла и сказала, что все, мы больше с тобой не встречаемся, я с тобой там развожусь, ты больше мне не нужен. И ты пошел ее обратно добиваться, там, ну, извини, ну, прости, ну, возвращайся. О, братан, вот это вообще фатал, да. Да, я тебе сразу говорю, к чему я. Каждый раз, когда ты извиняешься, твой ран в ее глазах падает, падает. Извинился, падает. Извинился, еще ниже. Извинился, еще ниже. К чему это, братан, приводит? Я тебе сейчас скажу. Это приводит к тому, что она тебя начинает все меньше и меньше воспринимать серьезно, да, как мужчину. Она начинает уже так подумывать, а что-то он такой слабохарактерный, какой-то как тряпочка такой вот. Что она будет делать? Она будет искать, конечно же, в дальнейшем общение с более сильным мужчиной. Эмоционально, психологически, да. То есть, физически не факт, и там может быть по-разному, это может быть огромный такой буйвол, да. Ну, при этом быть мямлей такой, постоянно, ну, прости, ну, извини, всю точку, и там таскать, там. Ну, хочешь, я тебе сейчас в магазин схожу, Рафаэлки куплю, там, такая вот вся вот эта вот ерунда. Вот это, парни, делать ни в коем случае нельзя. Надеюсь, вы меня услышали, надеюсь, вы меня поняли, надеюсь, вы меня запомнили. Вы все прекрасно осознаете сейчас и таких ошибок совершать не будете. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте эту ситуацию, что у вас было и как вы на нее смотрите. Все, парни, пока, крепкого вам здоровья, берегите себя, своих родных и близких.